Всем привет, ребята! Сегодня я, как и обещала, отправляюсь в Home Goods, чтобы посмотреть выбор новогоднего декора для дома, какие-то идеи подарков, магазин товаров для дома по неплохим скидкам, там хорошие цены, поэтому, если вам интересно, то поехали! Смотрите, щелкунчик, я бы хотела щелкунчика такого красивого, все тут так красиво украшено, прямо все хочется купить. Дед Мороз! Итак, посмотрим, что можно здесь из этого выбрать на подарок. Конечно, можно выбрать, наверное, все. Давайте смотреть по ценам. Вот такой олененок, очень хороший, симпатичный, 10 долларов стоит. Смотрите, это даже продают кофе. Филип, что это за кофе? Нормальный? Да, виватик полный такой. Виватик? Да? Сколько здесь стоит? 10 долларов. Он не молотый, да? В зерна? Там 15 стоил. А вон Starbucks кофе. Не знаю, какой вкусный из кофе, я вообще не разбираюсь. Господи, смотрите, какие красивые вазы. Просто моя мечта у меня была в России квартира в серебряных тонах, и я все искала какие-нибудь красивые серебряные вазы и не могла найти. И вот здесь они бы просто идеально, мне кажется, подошли. Сколько стоят? 10 долларов, всего лишь 10 долларов ваза. Просто супер идеально. Новогодняя посуда со снеговичками. Красивая. Такая-то прям миленькая. Даже не знаешь, помыть, что и выбрать. Вот такую я видела в G-Maxx. Да? Вот это вот для печенек. Можно сюда сложить печеньки, которые я собираюсь делать имбирные прянички. Вот тоже красивые для выпечки, да? Новогодние. Давайте вот посмотрим по цене, сколько это стоит. 8 долларов всего. Цены тут, конечно, приятные. Очень. Вот тоже посуда общая, кстати, симпатичная такая. 4 доллара тарелочка. Написано в Португалии, сделано. Такую можно украсить. Украсить любой новогодний стол. Также есть вот посуда помады с надписями. Вот это оно очень популярно, мне кажется, везде здесь встречается. Не знаю, я не скажу, что мне очень нравится. Мне больше нравится вот это все. Эти вазы в золотых тонах. Смотрите, кружки новогодние. Home for the holidays. Эти симпатичные кружки. Сделаны как железные. Вот это мне очень нравится. Красивое. На стол положить такую, да? Несколько штучек. 10 долларов стоит она вся из мелкого бисера. Красиво смотрится еще вот там в золотых тонах. Тоже очень красиво выглядит. Просто шикарно. И они стоят по 10 долларов. Здесь новогодние скатерти. Не знаю, не уверена, что мне нравится какая-то, например, эта. Тришко блестящая, красная. Вот эти доски очень мне нравятся. Но они такие тяжеленные. Я вообще не представляю, они из камня натурального. Как вообще на них резать? Господи, даже держать не могу одной рукой. 13 долларов. В принципе, недорого. Не знаю, как вообще. Их даже невозможно передвигать по кухне, мне кажется. Наравятся деревянные. Вот это типа такой, из которой я делала поделку. Показывала в прошлом видео на стол. Только вот это с ножками дороже стоит, чем которую я без ножек купила. Вот. И здесь я, наверное, сейчас, может быть, что-то выберу. Может быть, нет. Может, попозже куплю для печенек. Какую-нибудь такую вазочку красивую. Не вазочку, а подставку. Гремлю. Сори. Потому что они все такие миленькие, новогодние. Может быть, еще что-то дальше будет классное. Также, как идея подарка, мне кажется, можно купить полотенце такое новогоднее. Я люблю полотенчики на кухне красивенькие. Ну, я тоже думаю, что они здесь стоят, в принципе, не должно быть дорого. Восемь долларов. Можно выбрать какое-то по цвету более подходящее. Либо прихватки какие-то симпатичные, да? Ну, просто как одна из идей. Посмотрим, что дальше. Вот это просто моя мечта, то, что мне нравится. Я думаю, что я, наверное, куплю себе такую вот подставку. Например, для кистей можно использовать такую. Сколько она стоит? Неизвестная вот 20 долларов подставку. О, господи. Дорого-богато называется за 13 долларов. Все, в бисере. Тут был больше выбор. Уже, видимо, скупили все. Очень много покрывал. Да, уютных 30 долларов. По приятной очень по ткани, на самом деле. И по цветам тоже симпатичные, да? Не какие-то... Ну, есть, конечно, цвета и не очень. Например, такой мне не нравится. Желтый с бордовым. Ну вот, ну те бежевые очень миленькие. Тут есть еще и серенькие. Ну, то есть можно под любой интерьер подобрать. Мягкие, уютные пледики. И к ним также есть подушки. Подушек просто огромный выбор. Вот это же в целом стоит... Ну, все по-разному, конечно. Вот это, например, пушистое. Смотрите, 17 долларов. Я уверена, где-то есть еще новогодняя коллекция подушек. Сейчас поищем. Вот, как я и говорила, новогодние подушки. Можно купить, украсить дом. Буквально пару подушек. И уже будет новогоднее настроение в доме. Да? Давайте какой-нибудь посмотрим по цене, да? Например, вот это Мэри Крисмас. Господи, где у нее цена? Потеряли цену. 20 долларов. Смотрите, какие лампы прикольные, с перьев. Да, это прямо перья. О, вот это вообще классно. Просто 20 долларов стоит. Мне очень нравится вот сама подставка лампы. Вот еще с перьями. Блин, сколько они стоят? 40 долларов. Для девчачьей комнаты, да? Такую лампу. О, черные еще такие есть. Просто шик. Классно. Дошли опять до свечек моих любимых. Вот гигантская свеча за 10 долларов. С вкусом кожи и маскс. О, он пахнет, конечно, интересно. Такой запах необычный. Что-то такое прямо интересное. Можно выбрать, на самом деле, на любой вкус свечку. И это реально классный подарок. Я бы радовалась красивой свечке. Здесь какая-то красота блестящая. Какие-то люлии, я не знаю. Это не то, что мне нравится. Но, видимо, это ассоциируется у людей с Новым годом. Такие подсвечники. Потому что они тут стоят. Типа как для украшения. Для Нового года. Новогодняя кружка. Такой классный был бы подарок. Сколько она стоит? 12-13 долларов. Хо-хо-хо, Санта тут написано. Вот такой был бы вообще классный. Подарок кому-нибудь можно купить. Спасибо за субтитры. Вот так. Laughter Merry Christmas and a Happy New Year.